Воскресный день на дворе, а это значит полезный жизненный ролик о недвижимости. Прямо сейчас мы с вами прилетаем в Московскую область. Мы находимся на окраине города Егорьевск. Егорьевск это провинциальный город, расположенный в 101 километре к югу-востоку от Москвы. Население города на 2021 год составляет порядка 80 тысяч человек. Площадь его 29 квадратных километров. Информацию, которую вы получите, досмотрев данный ролик до конца, каждый из вас может применить и на своем городе. Очень часто люди спорят, где заработать денег, проживая в небольшом провинциальном городе, в котором население 50, 70, 100 тысяч человек. Кто бы из вас не хотел иметь дополнительный доход от своего собственного бизнеса в 30-40 тысяч рублей в месяц, проживая в подобном небольшом провинциальном городочке? Как это сделать, вы узнаете в этом видеоролике. Поймите, у кого-то это может получиться, у кого-то не получится. Кто-то деньги, которые можно вложить в себя, в свое, потратит на автомобиль. Этот ролик будет просто горяч по обсуждениям в комментариях, потому что речь пойдет про перепланировки. Есть те, кто живут в домах, где рядом такая квартира, и это ужас для жильцов этого дома. В общем, друзья, моя ключевая задача показать вам, как люди зарабатывают. Подобные квартиры есть по всей нашей стране, но вот в этом сюжете мы по ним походим, посмотрим, пообщаемся с человеком, который на этом зарабатывает. И даже посчитаем, сколько можно заработать с одной такой квартиры в этом провинциальном городе. Я вам предлагаю досмотреть его до конца, а после уже высказать взвешенным ваше мнение. Я знаю, что вам нравятся сюжеты о Москве, о жизни людей, о недвижимости. Я хочу с вами поделиться полезной информацией. Канал Smartend про недвижку. Вот это тот самый канал, где регулярно выходят ролики про недвижимость. На канале Виктор активно рассказывает свои и кейсы клиентов по инвестициям в жилую недвижимость. Делится с подписчиками секретами и рассказывает про возможности и риски при покупке квартиры от застройщика. Некоторые задаются вопросом, куда вложить деньги. Вот Виктор делает акцент на стратегию по инвестициям в жилую недвижимость. Он рассказывает в роликах про собственный опыт. И каждое воскресенье проводит прямые эфиры с инвестиционными обзорами на рынки недвижимости Москвы и Московской области, где вы можете задать различные вопросы, что вам непонятно, и он вживую вам даст на них ответы. Таким образом, подписавшись прямо сейчас на канал Smartend про недвижку и посматривая его в свободное время, вы будете получать полезную информацию. Более того, все те, кто действительно хотят инвестировать в недвижимость, у ребят есть отличная возможность как доверительное управление. То есть, простыми словами, вы отдаете им вашу квартиру на управление. Все по договору, они ее сдают, получают за это определенный процент, но большую часть денег отдают вам. Таким образом, вы передвигаетесь и получаете доход с вашей недвижимости. Канал Smartend про недвижку дает вам полезные знания. Вы не обязаны соглашаться с каждым словом автора. Виктор открыт к дискуссии. Можете пообщаться с ним на прямых эфирах, либо же в комментариях. Подписывайтесь на канал и получайте полезную информацию. Smartend про недвижку ждет тебя по ссылке в описании. Друзья, всем привет. Меня зовут Александр Южаков. Я уроженец города Егоревск, предприниматель. 13 лет занимаюсь бизнесом с 2008 года и по сегодняшний день. В этом городе я родился, живу. Родители тоже отсюда. Мама из обычной семьи, учитель музыки. Отец обычный рабочий. К сожалению, его нет, он умер. Изначально я начинал с нуля, никаких денег не было. У нас многодетная семья, у меня есть еще два брата. На сегодняшний день они все самодостаточные, занимаются бизнесом, не пьют, не курят. В общем, стараемся, работаем, развиваемся. Закончив школу, Александр отправился получать музыкальное образование. И в силу того, что для молодежи работы в Егоревске нет, он решил на время переехать в Москву на заработки. Там он устроился сперва охранником в ресторан, где увидел, что неплохо зарабатывают официанты и хостесы. Перевелся на хостес, работал в ресторане от Аркадия Новикова, где действительно неплохо зарабатывал на чаевых. Смена выходила примерно 3-6 тысяч рублей. Проработал он там 4 года. За это время он скопил полтора миллиона рублей. Переезжая обратно в Егоревск, он уже заранее понимал, что хочет попробовать заниматься бизнесом. Первое, что его привлекло, это такси. Он открывает такси, где сначала на него работали частники, а он был просто диспетчером. Потом он понял, что это не канает и нужно заводить свой автопарк. Фишкой такси он сделал название «Красотка», где водителями были женщины. В дальнейшем он открывал различные бизнесы, автосервисы, парикмахерские. Короче, на сегодняшний день у него есть два действующих бизнеса. Это парикмахерская. Мы в нее заходили, народа действительно много. Она прямо качает, находится в центральной части города. И бизнес по недвижимости, а именно сдача жилья посуточная. На что сегодня мы и сделаем акцент. А мы приехали с вами непосредственно в город Егоревск. Вот такие вот домики 4-5 этажей. Они были построены в 2013 году. И именно здесь Александр покупает себе квартиру, тогда еще от застройщика. Получает у нее хорошую скидочку. И покупает она для того, чтобы куда-то вложить деньги. Вот посмотрите, как вам этот район. Улица Советская, на которой мы находимся. Вообще это здесь считается как бы центром города. Весь город построен вдоль одной улицы. Интересный момент. Посмотрите. Есть тротуарчик-то возле дома, только подзарос он маленько. И вот давайте здесь зададим вопрос Александру, что он здесь купил и по какой цене. Когда я хотел купить недвижку, я начал смотреть всех застройщиков. Какие предложения есть на рынке. Среди всех на тот момент самое лучшее предложение было здесь. Здесь было 5 или 6 квартир, которые продавались от застройщика. Я здесь выбрал, купил трехкомнатную квартиру. Как сейчас помню, 3,5 миллиона рублей. Площадь 92 квадратных метра. После того, как я продал такси, были деньги и все вложил в недвижимость. Здесь трешка, там две однушки. Цель какая? Ты хотел их что, сдавать на тот момент или просто вложить и пусть лежит или как? Нет, цель была так, как у меня деньги были кэшем. Я поговорил с застройщиком, они сделали скидку. Хотел просто перепродать. Даже ремонт не хотел делать, просто вложил деньги через какое-то время, чтобы продать. В тот момент рынок 2014 год просел. Квартиры продавались плохо, невыгодно было продавать. Я не знал, что с этой недвигой делать. И подумал, что сначала нужно взять вот эту трешку. Начал с этой трехкомнатной квартиры. Начал ее пилить на студии. И в дальнейшем хотел сдавать на долгий срок. И сколько у тебя получилось с трехкомнатной квартирой здесь в студии? С трехкомнатной 4 студии. Вообще вот этот райончик считается элитным в этом городе. Элитный район, хороший район, потому что здесь покупают люди все либо зонал, то есть никаких там программ нету, то есть огороженные территории здесь, новостройки, хорошая планировка, большие квадратные метры, автовокзал, магазины, остановка, заправка, центр, все здесь рядом. Вот этот самый выгодный объект из всех, что у нас есть. Слушай, а за все время сильно здесь недвижимость в цене выросла? Да, вот сейчас я покупал за 3,5 трешку, сейчас она 6,6500. То есть в два раза практически. Да, в два раза выросла. Ну что, пойдем, показываю, как это все выглядит. Допустим, приезжает гость, говорит, мы ему перекидываем инструкцию и говорим, наберите один В, один вызов. Сейчас звонит, администратор слышит и должна, по идее, сейчас открыть. Открывает, и мы заходим. То есть мы, как в качестве гостя, заходим. Когда дело у Саши по аренде пошло, он купил в этом же подъезде на первом этаже двухкомнатную квартиру и тоже ее разделил на студии. Вот с них мы знакомство наше и начнем. Мы его ждем. Просто так мы не откроем. И сейчас то, что мы с тобой зайдем, это у нас квартира... Один. Изначально была двухкомнатная. Двушка, да. А общая площадь с нее какая была? 75. Вот смотрите, что получается. Мы с вами зашли в квартиру, но вы можете представлять себе так, что вот этот коридор, он же получается такой некий подъезд. И вот все комнаты, которые вы видите, все двери, это отдельные студии. Их здесь, ребята, раз, два, три, четыре, пять. Представляете, пять студий. Средняя площадь студии получается примерно 14 квадратов. То есть по-хорошему это такая одна комната. И как это выглядит? Маленькая такая мини-кухня, назовем ее так, электроплита. Кухонная зона. Вот вопрос безопасности сразу. А как, вот это все официально? То есть это кто-то проверяет как-то? Да, вот на это жалобы от гостей есть. Типа обновить, обновить. Ну, обновим. Кухонная зона, отдельно выведена вода, телевизор, покушать-поработать. Спальная зона. Сюда заходим, здесь туалет и душевая кабина. Все есть. Не надо никуда там пользоваться общим душем, общим туалетом, общей какой-то плиткой. У тебя все свое. Да, друзья, места маловато, конечно, если пройти, знаешь, вот здесь где-то можно бочковать. Но с другой стороны вы что хотели? Это бизнес, и это сдается и серия не для того, чтобы здесь жить постоянно, для того, чтобы переночевать, по работе, еще что-то и так далее. Кто в основном снимает? Вот ты рассказывал то, что это в редких случаях, наверное, туристы в город или даже часто приезжают? Основная аудитория, 80% в нашей аудитории, это организации. Они приезжают, здесь, во-первых, смотрите, здесь кровать двухспальная, но можем ее разъединить. Со всеми мы контачим, по безналу, по налу оплачиваем. Они приезжают на несколько дней, им нужно поспать, поесть. Рядом магазин есть, рядом стоянка есть, заводы есть. 1800 данный номер, 1800-2, у нас все в зависимости от дня. Допустим, организация заехала, почти все сняли, цена автоматически повышается. Все, что вы сейчас видите, вот этот ремонт был сделан в 2014 году. Это я к тому, что вы сами можете оценить взглядом. Убито, не убито, изношено, не изношено. Через пару лет планируют уже освежать. Вот что мне понравилось. Вот что значит люди выжимают деньги с каждого квадратного метра. Вот этот номер, например, стоит 1800 рублей, потому что он примерно 16 квадратных метров. А вот следующий номер, который подальше, он на 2 метра больше. И, соответственно, он стоит 2000 рублей, на 200 рублей больше. Есть номера вот такие, в которых вообще окон нет. Их изначально было сделано 2. Ты заходишь, сюда. Здесь есть вентиляция, которая высасывает воздух, но при этом нет вентиляции, которая закачивает сюда воздух. И, тем не менее, это пользуется спросом. Потому что некоторые снимают номера, кто-то на короткий срок, кто-то только ночь переночевает. То есть сам факт того, что подобная недвижимость спросом пользуется, и с нее можно зарабатывать. Саш, вот расскажи по деньгам. Вот интересный момент. Значит, вот эта квартира тебе обошлась почем? 2 700. 2 700. Вот сделать такой ремонт, все это разделить. Вот это все миллион рублей. Ну, на этот момент, когда ты это делал. Это в 2014 году. Да. То бишь, от того ты отдал 3 700 000 рублей за все. 3 700, да. Какая вот на сегодняшний день, на июль 2021 года, коммунальная плата вот за всю эту квартиру? За эту? Да. Все вместе 10 000 где-то. В месяц. Да. Сотрудники наемные есть по этой же квартире? Здесь есть, да. Зарплата у нее 15 000, их двое здесь, 2 через 2 работают. 30 000 расхода. 30 000 у нас выход. И плюс десятка? Плюс десятка, 40 000, да. То есть 40 000 это расходы на эту квартиру, чтобы ее содержать, поддерживать. Да. Вопрос, сколько она в месяц реально приносит? Вот этот объект, вот эти 5 студий приносят примерно 150 000. То бишь 150 минус 40? Нет. 150 чистыми. Чистыми, то есть грязными 190? 190, 180. И то есть 140, 150 это чистыми приносит? 140, 150, 130 это плохой день. А то есть все, что меньше 130, это вообще, да? Это 120, 130 это очень плохое заселение. А при этом двухкомнатные квартиры, если на долгосрочную аренду, сколько это будет? Здесь элитный район, двушка, ну, 1020 месяцев. Если бы я полностью все сдавал, это 20 000 месяцев. Хорошим ремонтом. Чувствуете, да? А так оно идет, как правило, у нас X8, X7. А так у нас 140, 150. Окупаемость объекта 3 года, 2,5 на 3 года. Ну, это очень круто, нифига себе цифры. Это локация, локация. И то есть это постоянно здесь, она постоянно загрузка идет? Это постоянно, и это можно доказать по безналу переводы. У нас в год по безналу в районе 4-5 миллионов по безналу этой организации. Плюс, естественно, еще X2 налом. Чем-то, знаешь, напоминает какой-то фильм, как будто мы приехали куда-то в Шанхай, Китай. Там же тоже есть такие маленькие площади. Да, с другой стороны, я жил раньше в квартире одна комната, 27 квадратных метров. И ничего, то есть для меня этот коридорчик, в принципе, это нормально, можно ходить. Вот этот номер 5, он раньше тоже сдавался. Но, опять же, начали считать деньги. Вот в этом подъезде, мы сейчас поднимемся повыше, есть квартиры трехкомнатные, которые переделали на 4 студии. Ранее они вещи, вот белье вообще не стирали сами. То есть была прачечная компания, которая все это забирала, стирала, привозила. Начали считать и поняли, что если одну комнату перестать сдавать и сделать из нее прачечную, сделать из нее такую хозяйственную комнату, это будет выгодно. И на это можно сэкономить. Так они, собственно, и сделали. Поставили сюда дополнительно стиральную машину. И вот таким образом здесь они сами все стирают, по этому объекту сушат и все, пожалуйста, на этом экономят деньги. И при этом в этом же подъезде на четвертом этаже трехкомнатная квартира, которая разделена была на 4 студии. На 4 студии, там она от 2 300 до 2 700. В силу того, чтобы площадь больше. Да, они тоже по комплектации, они ничем не отличаются, она просто больше. Здесь вот 15 квадратных метров, там есть 25 квадратных метров. Ну и сколько там приносит квартира? Там 4 эти объекта, также в среднем 150 тысяч рублей. Чистыми. То бишь в Григорьске. Вообще 300 тысяч, вот этот объект, его никто не может перебить по стоимости. Вот я, вот это официально, цифры есть. 300 тысяч, две квартиры в месяц. Чистых. Чистых. Друзья, вы можете в это поверить? Вы просто вдумайтесь. Егорец, вот я вам показываю кадры с коптером. Город небольшой, и ты смотришь на него, вот тут очень много частного сектора. Через дорогу переходишь, частный дом стоит. Там можно оказываться держать. Не снимают, не местные. Чем интересен этот бизнес? Снимают, не местные снимают люди, которые приехали сюда на какое-то время, им необходимо здесь какое-то время пожить. Мы просто это находим, таких людей. Не, ну просто вот в этом-то вся суть того, что вот что круто, что город вроде как провинциальный. Я тебе больше скажу, он мне чем-то напоминает отчасти Каширу, где я долгое время прожил. И соответственно представить, что в одном пятиэтажном доме с двух квартир три сотки чистыми. Три сотки чистыми. Рекорд был 350, 400, наверное, был рекорд. Ну а так средний 300. Я могу тебе сказать, откуда такие цифры. У нас есть несколько организаций на договорной основе каждую неделю на 19 дней присылают от 4 до 10 сотрудников. И мы от них просто 200 уже имеем. А там уже заработать сотку. Короче, в свое время ты посуетился, походил, весь город обошел, набил себе базу, и уже все знают тебя. И соответственно... Раньше меня называли все таксисты. Ну, он таксист. Потому что в маленьких городах какую-то нишу ты занял, так тебя и называют. Раньше я был таксист, теперь я квартирки. Мы перемещаемся с вами на четвертый этаж. Саша, здесь 4 студии. Там тоже было 4 студии. Вопрос, как соседи? Дом у вас этот элитный. Ну, представляете, пришел один, заселился. Пошумел. В любом случае, ну, блин, не поверю я в то, что люди прям все такие идеальные, все правильные. Никогда никто не доставляет хлопот. Жалобы есть? Соседи все квартиры продают. Что рядом. Серьезно? Не, ну, на самом деле, да. Что-то продают, что-то нет. Секрет такой. Всегда, чем вы не занимаетесь, на начальном этапе будут проблемы с соседями. Всегда. У нас тоже они были. Просто нужно этот этап переждать. Мой метод такой, что некоторые говорят, надо знакомиться с соседями, дружить. Не работает все вообще. Лучше не знакомиться, не общаться. Потому что с ним познакомишься, подружишься, он тебе на уши сядет. Типа, знаешь, шумно, еще раз шумно. Будет постоянно звонить, а когда они тебя не знают, ничего не знают, идите жалость, куда хотите. Так проще. Официально как, пожалуйста? А на что? Смотря на что? Смотря на что? Ну, на что? Если шум, это участковый. Что? Ну, участковый. И что? Пришел, шум убрали. Но у нас такого не бывает. Мы все-таки фильтруем, сами следим, потому что фишка в чем? Там 4 студии, если кто-то там шумит, он в первую очередь будет мешать соседу, который через стенку. А уж потом, наверху или внизу. То есть мы сами следим за этим, плюс у нас правила проживания, плюс горечный, когда уходит, обходы делает. То есть все равно пытаемся. А вот здесь я хочу сделать отдельное отступление. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Шумит не Саша, шумят не его сотрудники. У них жесткий фильтр при сдаче недвижимости. Так, например, людей младше 25 лет они не заселяют. Людей с маленькими детьми они тоже не заселяют, потому что уже понимают, что это потенциальный шум от них. Ценник у них тоже далеко не самый низкий по городу, что тоже является дополнительным фильтром. Тем не менее, есть люди, которые приходят, но доставляют дискомфорт соседям. С этим пытаются бороться. Никто вас ни в коем случае не призывает. Тут же здесь, сейчас в вашем доме купите квартиру, наделите и устраивайте там блага. Нет, здесь человек показывает, как можно заработать на недвижимость, сдавая ее посуточно. И вот эти моменты, тонкости нужно учитывать, потому что люди на вас могут жаловаться, если у вас будет не соответствующий контингент. Наматывайте себе эту информацию на уст. Пойдем дальше. У тебя здесь как это. Ну да, то же самое. В фильме Блэйд, знаешь, нужно ввести специальный пароль, и тогда ты попадаешь на секретную территорию. О, ну здесь уже нас встречает более шикарный коридор. Слушайте, друзья, чувствуйте сразу уровень. Это, кстати, первая квартира была, которую он купил. Три комнаты, изначально здесь должно было быть, и примерно 92 квадратных метра. Изначально он из них сделал 4 студии, и что здесь уже прям вот чувствуется классно. Номера дождем, смотри, один, видишь, два, три, четыре. То есть начинали отсюда, а туда перешли. А, там 5, 6, да. Все как было. Какая свободная? Да, вторая? Вторая. Дайте вторую. Прям даже гораздо цивильнее. И вот это сколько? Это подороже стоит? 2700. А, понятно. Здесь уже, знаешь, здесь уже диванчик, здесь уже ковер, таким образом 2700. Разуваться не нужно? Не, не надо. Да, мы после вас уберем. А, у нас уборка потом будет. Друзья, как вам такая история? Я думаю, вы сейчас тоже в шоке, потому что на самом деле сперва не очень сильно, знаешь, вот это верится в то, что я уверен, что тебя прозовут Балабол, меня прозовут, что я опять снял типа инфо-цыганин, вот присядь. Честно скажу вам, по картинке может быть одно, но вот мы ходим, по крайней мере, хотя бы чувствую запах. Здесь действительно, мы еще пока не встретили прокуренных номеров. Вот я прям как бы сам не курю, поэтому, когда я где-то накурен, это сразу ощущается. Ты много в этой теме крутишься, вертишься, и ты рассказываешь интересные истории, когда люди такие в разных городах, о, блин, а мы сейчас тоже сделаем. Ну, смотрите, недвижка – это такая тема, которая может тебя озолотить, а может тебя погубить. Многие думают, что так это легко, потому что недвижка – это многозатратные бюджеты, очень многозатратные. Некоторые обучаются по недвижке и берут помещение, им говорят, берите помещение в ипотеку, можно вообще без денег по завышенной стоимости, берете помещение, быстренько делаете ремонт и сдаете. Но на практике это так не получается, потому что ремонт рассчитать невозможно, заселяемость невозможна, и плюс все, кто обучаются, вот этих инфо-цыган, покупают помещение, не зная района, локации города. И они просто покупают где-то там, в другом городе, а оказывается, место не то, там проблемы с соседями, там может быть проблема еще с кем-то. И в итоге смотрят и даже не запуская объект, остаются в кредитах. Ко мне просто приезжают люди, много ко мне приезжают людей, я все объекты показываю, рассказываю, и они говорят все как одно. То есть мы обучились, но никто что-то бизнес не открыл. Я говорю, не надо обучаться, если знаете свой город, начинать надо с города, в интернете вся информация есть, начинайте потихоньку, и от этого уже пляшите. Но начинать надо с своего города, где ты знаешь аудиторию, местных жителей, все знаешь. Вот я здесь все знаю. Есть шанс, чтобы недвижка тебя золотила, а не погубила. Но, как правило, в основном недвижка всех губит. Где развит туризм а-ля Питер, там делать нечего. Но там уже потому что все... Там уже 150 лет конкурируют, как дураки, только уже ценой. А есть небольшие города, где заводы, пароходы, фабрики, а фабрики там и открываются, потому что там земля подешевле, организовать лучше, они востребованность имеют. И плюс в небольших городах ты можешь занять свою нишу, быть лидером. Бизнес – это когда, когда ты диктуешь условия. То есть если у нас кто-то к нам пришел, и он нам не понравился, плохо себя повел, мы больше его здесь не заселим. И он... У нас много примеров, когда просто просят, пожалуйста, заселите. Любую квартиру, посмотрите, за 2000 рублей, даже можем на Авито. Помойка помойкой. Здесь чисто гарантируем безопасность, чистоту, нал без нал для организаций, сотрудники, чеки, QR-коды. Все мы делаем. Мы уже диктуем условия. Я вообще планирую еще там пару отелей купить, чтобы каждый второй номер был в Егорьевске мой. Вот тогда ты диктуешь условия. Я хочу конкурентов всех убрать и раз делаю везде по полторы, везде по полторы, чтобы другие вообще тупо выжить их. Тогда ты диктуешь условия. В маленьких городах, небольших, это можно все это добиться, но нужно, чтобы прошли года. Как минимум 8-10 лет. Ну вот здесь как раз в тему сказать, что это твои первые объекты. А на сегодняшний день, вот смотри, 4 номера здесь, 4 внизу 8. А всего по Егорьевску сколько у тебя номер? 40. Да, есть обычные квартиры. Обычные квартиры сдаются как квартиры. Мы их на них не пилили, там 5 штучек у меня. Мы их временно тоже рассматриваем, потому что их будем продавать. А мы сейчас с вами переносимся от Егорьевска буквально в 5 километров в то самое место, где находится загородный дом. Друзья, с вашего позволения я затонируюсь, потому что на улице сегодня действительно яркое солнце. Здесь участок 20 соток. В 2010 году покупает просто землю. Потом он начинает строить дом. Дом изначально должен был быть 600 квадратных метров под него полностью. Но как только была поставлена коробка полноценная, он уже понял, что жить ему в этом доме неинтересно, а ему его интересно сдавать. Таким образом, планировка внутри дома вся разделена на комнаты, номера, как угодно их называете. Всего их здесь 14, и все эти номера сдаются. Дом, можно сказать, был введен в эксплуатацию в этом году. Все свежее, все новое, все действительно сделано на уровне таком, что видно люди-педанты. Но вы можете в деталях обращать внимание и видеть то, что здесь ну не какой-то срач. Общая цена номеров примерно 2-2,5 тысячи рублей. Также на территории были построены дополнительные такие небольшие домики-беседки. Вот в этом домике, например, площадь 35 квадратов. Посмотрите, как сделано. 5 тысяч рублей сдают на сутки. Что вы здесь получите? Ну, в летнее время прям действительно кайфово там приехать 5-7 человек, не знаю, день рождения отметить. Потому что здесь такая большая терраса, здесь есть отдельно кондиционер, сейчас он не включен, здесь само собой жарко на улице, блин, 27 градусов. При этом вы получите дополнительную сауну, у вас здесь есть спальные места, диваны раскладываются. Ну, в основном, как они рассказывают, люди приезжают, потусили, отдохнули, попраздновали, разъехались. То есть кто-то там именинник условно может заночевать, комплект белья вам все принесут. Вот такая, ребята, бизнес-идея. Вот честное слово, слушай, Александр, вот интересно, как и на чем люди зарабатывают в подобных местах. Рядом участок тоже идет 20 соток и тоже его, потому что он его выкупил для того, чтобы рядом не было соседей, ну и в дальнейшем, возможно, будет дело это развиваться. Я обращаю внимание вот на такой ноу-хау. Как вы думаете, что это такое? Мы ходим, периодически баночка трясется. На территории раньше были кроты, перепробовали кучу вариантов, дымовые шашки, всякая трава, в общем, все то, что против кротов рекомендуют, но помогло вот это. Шомпол и на него баночка. Когда дует ветер, периодически идет звук, кроты это слышат, они это не любят и они отсюда убегают. И реально это сработало, вот по территории расставили, говорят, сейчас кротов нету. Две беседки небольшие, в которых просто можно провести какой-то день рождения, корпоративчик, и это сдается по 800 рублей в час. И пользуются спросом, свадьбы отмечают, по 6 человек приезжают, небольшой день рождения, караоке, телевизор, санузел предоставляется отдельно в доме, отдельно есть небольшая кухня. Вот такой бизнес-проект. Как вам? Сань, в какой-то момент ты вошел в раж и дом, который ты хотел построить под себя, такой довольно-таки богатый дом бы получился. 600 метров это действительно большой, тем более, участок, 20 соток. Мы полетали с Коптера, здесь такое спокойное место, прямо вот деревушка из серии, что не так много домов поблизости. Но потом ты решил переделать все под такой отель, отель-квартиркин, правильно называется? Нет, это называется Добрый дом. Вот я сюда приехал, тебе честно скажу, такое ощущение, как будто никто сюда нафиг не приезжает. Ну ладно, в летнее время, там под выходные, но с точки зрения бизнеса, как это вообще все работает? Все очень легко, во-первых, этот объект у нас крайний, до этого у нас отель-квартиркин есть в городе, мы наработали базу, и когда мы этот объект открыли, мы рекламировали в первую очередь среди своих клиентов, дополнительную рекламу давали, и сразу с первого дня начали заселять. Основная наша аудитория в Егорьевске это организации, 80% организации. Также заселяются здесь руководители организаций, сотрудники, им без разницы, куда заселять. Они просто говорят, Саш, нам нужно расселить 20 человек, можешь? Могу. Организации и те, кто номера снимает, это не местные жители в основном, а приезжие. У нас 14 заводов, фабрик, предприятий. В чем интересы этого бизнеса? Я не работаю на местную аудиторию, я не сдаю обычным людям, которые просто хотят прийти снять. Я сдаю тем, кому нужна квартира на определенный срок. А это приезжие. Приезжие, они выбирают среди квартир, отелей и мной. И по цене-качеству я сильно конкурирую среди квартир, у меня лучшее качество и чуть-чуть дороже. Я сильно конкурирую с гостиницами, у меня лучшее качество и намного дешевле, и у них нет вариантов сказать мне нет. Хотя бы, если найдете одну соринку или что-то такой косяк, мы бесплатно заселяем. Для нас это очень критично. Мы знаем, что главное в этом бизнесе чистота. Это самое главное. И цена уже должна быть конкурентоспособна. Но если город дает нам такие цены, почему я должен за тысячу сдавать, если я могу сдать за две, за две пятьсот? У тебя же есть опыт. Ты вот рассказывал интересную ситуацию, что за две тысячи вы сдаете, приходят люди чистенькие, аккуратные, в костюмчиках, делаешь цену ниже, типа полторы тысячи рублей и... Полгодное назад, месяцев семь назад заселялось мало. Прям нету, нету. Что такое? Заселение очень плохое. И мы решили, которые у нас номера за две тысячи снизить по тысяче пятьсот. И месяц мы так работали, около полтора месяца. И в итоге мы что поняли? За полторы тысячи пошла совершенно другая аудитория. С грязными носками, которые пьют, не пьют, курят, общаются по-другому. А за две тысячи, которые мы привыкли к этой аудитории, приходят с галстуками, культурами, добрый день, вот так вот даже общаются. Мы просто опустив чуть-чуть планку на пятьсот рублей, мы поняли, что там вообще аудитория, с которой тяжело работать, которая неконтролируемая. Им говоришь, не курить, а не курить. Им говоришь, не пить, а не пьют. Им говорят, не орать, а не орут. Мы поняли, что с этой аудиторией мы работать не будем и обратно вернули на две тысячи рублей. Вот этот непосредственно дом, действительно, видно, что денег вы в него вложили немало. Сколько вообще вот в круг, помнишь цифру, сколько ушло? Весь объект, дом, земля, домики, баня, все подключено. Сегодняшний день 37 миллионов. 37? Да. Ну это нехило. Плюс у тебя еще гараж есть. Все, вот все, что здесь есть, это с посадками 37 миллионов. А сколько уходит в месяц по содержанию, по коммунальным платежам? 50-60 тысяч в месяц. Сколько вообще вот этот дом вот в месяц может денег приносить чистыми при твоей загруженности? Зимой у нас заселение лучше, зимой мы уже зарабатывали 300-350, а сейчас 250-280. Это уже чистыми остается? Это чистыми, да. Такой вопрос. Вот ты сейчас говоришь, что ты переходишь на автозаселение, когда уже нет какого-то отдельного рецепшена, где кто-то тебя встречает. У вас здесь ходят несколько сотрудников, которые в целом следят. Но процесс сдачи как происходит? То бишь тебе звонят, нужен номер, оплата как это, дистанционная или как? У нас схема такая, мы постоянно думаем, как нам уменьшить расходы. По факту нам скоро, даже администратора, никто не нужен, нам нужна только горничная. Пришла, убралась и идет домой. Все. Все происходит элементарно просто. Человек звонит, мы ему, как по принципу такси, добрый день говорим, вам где нужна квартира? В городе, в центре, за городом? Он, например, говорит, в добром доме, за городом. Мы ему высылаем адрес, высылаем код от домофона, от двери, высылаем сберкарту, оплату, он оплачивает, присылает скрин, мы высылаем ему код, он сам заходит и заселяется в номер. А заселение, ключи здесь? Открыт. А, уже. Номера все открыты. Всегда? Всегда. Он заходит вовнутрь, а на столе ключ. Дальше живет сутки, или там, насколько он забронировал, после этого он уходит, и когда он уходит, ключ оставляет в двери снаружи. Мы видим, что гость, там никого нет, и он уехал. Все. На самом деле, звучит все круто, но, знаешь, это такое первое впечатление, как будто мы приехали куда-то, там, не знаю, в Испанию, там, в Швейцарию, еще, ну, такое, потому что красиво, на стиле, в очках, ну, не верится, что мы находимся где-то в Подмосковье, в Егоревске, да еще самое главное, в деревне, а не в самом-то Егоревске. Но то, как это устроено, то, что нет надзора, первый вопрос, который я тебе задал, а как? Ну, а если вот он пришел, сел, начал здесь курить, напился, начал буянить, как за этим вообще следят-то? Ну, смотрите, во-первых, у нас здесь поставлено 13 видеокамер, мы это все удаленно видим, во-первых. Во-вторых, чтобы сюда заселиться, мы проводим фильтр. Младше 25 лет мы не заселяем, с детьми, с животными не заселяем, пьяных не заселяем. Если тот человек у нас уже есть в черном списке, а у нас он есть в черном списке, мы его не заселяем, то есть мы фильтруем, никогда не ломали ничего. Ну, что они могут сделать? Ну, один раз покурить, ну, взрослые люди, которых мы отфильтровали, нагло курить не будут, курилки там есть. Ну, бывали случаи, что они, мы, ну, приходим, комната чуть прокурена, но это не повод нанимать персонал дополнительный, чтобы платить ежемесячно. Мы просто в следующий раз мы сделаем замечание, либо его не заселим. А что, например, я себя переживаю, когда речь заходит? Ну, давай, конкретно за что? вот одно дело ты сдал одному человеку на длительный срок. Да, ты меньше зарабатываешь, но это один человек, ты его всегда знаешь. А другое дело, два дня один живет, два дня другой живет, третий живет. Это лучше. Износ меньше. Мы контролируем. Когда ты сдал на долгий срок, дядя Ваня, ты не контролируешь эту квартиру. Дядя Ваня в течение года хоть что-то делать. Ты не знаешь, ночью он кого-то присылает, ну, приводит, курит он там, либо еще что-то делает. А здесь мы его контролируем, мы его видим, и плюс он работает, и плюс он находится здесь сутки. Но если он плохой, все равно на следующий день он уедет. Плюс, мы, так как контролируем, мы ежедневные уборки делаем. Даже если он живет, мы сюда заходим, делаем уборку. И если мы делаем уборку и видим, что он накурено, а он типа продлил на 7 дней, сразу замечание, у вашего номера накурено. У нас 5000 штрафов. Сначала предупреждение. А вы депозит берете за это сразу? Мы по функции гостиницы, да. Мы делаем свои условия, у нас есть правила проживания, можете потом посмотреть. Таким образом, у тебя здесь получается 4 этажа, и некоторые номера ты сделал даже с сауной. Да. Что-то есть в джакузи. Сколько такой номер стоит? Самый дорогой 4 500, туда входит и сауна, и джакузи. За 4 входит сауна и ванна. За 3 500 входит номер с кухней и с доп.местом. Все те, кто скажут, что это какая-то скрытая реклама отеля и с Сашей, спасибо, до свидания. Мы вам показываем то, что на самом деле многие отельеры, владельцы подобных бизнесов рассказывать не захотят. Мы находимся, вот мы от Москвы, если нам ехать, 140 километров. Поэтому я думаю, вряд ли кто-то из вас скажет, о, хочу приехать чисто в номере посидеть. Смотрите, мы проходим, здесь это получается такой типа небольшого лобби, а здесь такая зона, где вы можете утром спокойно прийти, позавтракать. И самый прикол в том, что действительно какой-то уровень европейский, что никто над тобой не стоит. Ты приходишь, берешь чистую посуду, чайку себе сделаешь, что-то погрел, ты сел спокойно, позавтракал, все убрал, мыть тебе, своему ничего не нужно. Придут люди, все помоют. Никогда не было драк, конфликтов не было. Были конфликты, когда одна компания приезжает, четыре мужика, и один среди них, ну, пьяный. Дурак. Дурак. Нажрался, белая горячка, без трусов бегал, было у нас такое. Но мы что-то сказали, мы говорим, с кем он пришел, либо вы его усмирите, либо мы вызываем полицию, все. Его скрутили, положили в кровать, или где он там, заставили спать. Ну, вот, такие периодически бывают, но очень редко, очень редко. А так как бы нет, потому что мы фильтруем, взрослую аудиторию привлекаем, его 25 лет, самых адекватных. Слушай, еще, знаешь, бывает разговаривать о том, что период окупаемости, ты вложился в этот объект, то есть для тебя это коммерческая недвижимость стала, 37 миллионов, ну, немало. Моя цель, докрутить до 500 тысяч по году, 500 тысяч в месяц. Это мы это делаем, вот мы работаем 7-8 месяцев, до 500, пока мы не дошли, зимой было 350, в какой-то даже 400, сейчас по 250. То есть цель до 500 тысяч, 8-10 лет окупаемость. Что я буду думать дальше? Здесь несколько вариантов. Либо все продаем, и строим какие-то более крупные объекты, либо развиваемся дальше, территория есть. Подобный сюжет о недвижимости я стараюсь выпускать утром в выходной день, чтобы пока вы свеженькие и в кругу семьи можно было позавтракать и насладиться интересным, на мой взгляд, сюжетом. Каждый из нас утром пьет воду, чай, кофе, сок. Каждый из нас периодически что-то допокупает. И вот недавно мы купили домой вот эту замечательную кофемашину. Жена у меня кофемана, вот постоянно вот эта история, купи кофемашину, купи кофемашину. И теперь по утрам я пью чашечку двойного эспрессо. Удалось найти хорошие зерна, и теперь я пью по-настоящему приятный ароматный кофе. Шикарно. А помог мне совершить эту замечательную покупку мой любимый Е-каталог. Одно скажу точно, что машинку мы хотели именно от Делонги. На Е-каталоге есть замечательный, удобный поиск. Открываешь и выбираешь модели. Читаешь отзывы. Здесь же на каждой странице есть на них краткие обзоры. Есть техническое описание. И важно понимать, что у Е-каталога прямые ссылки на магазины. Что это значит? Вы купите товар по той цене, по которой продает его магазин. Без каких-либо наценок. Динамика цен очень крутая вещь. Заходишь и видишь, что товар из себя представляет. Пользуется он спросом, не пользуется, завышают на него цены. Таким образом, ты гарантированно понимаешь, что товар покупаешь по адекватной цене. В целом, всем рекомендую вообще здесь зарегистрироваться. Я это сделал уже очень давно. Таким образом, я получаю, например, синхронизацию по поиску. Я могу поискать какие-то товары, зайти сюда через неделю, две, месяц и вспомнить, что я искал и что я хотел купить. И определившись с продуктом, вы переходите во вкладку где купить. Тот, который вам наиболее привлекателен. Возможно, вы его выберете исключительно по цене. Не забывайте о том, что есть раздел доставочка и можно увидеть, доставляется ли товар в ваш регион. В общем, друзья, с Е-каталогом жизнь становится краше, она становится насыщеннее, она становится экономнее. Берегите ваши денежки и делайте взвешенные покупки именно с Е-каталогом. Ссылочка ждет вас в описании. Шикарно. Как считаю я, у нас здесь было 9 номеров. Сейчас осталось 8. 8 номеров. Средний чек, мы прямо на калькуляторе можем считать. Средний чек бери 2000 рублей. 8 умножаю на 2000. Да. 16, да, получается? Да. Это 2 мы берем минимум. У нас это 1800, в идеале 2300 брать. Давай 2 берем. Давай. Умножаю на 30 дней. 480. Сколько? 480 тысяч. И процент здесь заселяемости, хорошая заселяемость, 65-70 процентов. Ну, нормальная средняя. 80 это очень хорошее, 60 минимальная. 336 тысяч. 70 процентов. Вот у тебя 70 процентов, посчитал 336 тысяч. Минусуем. Ну, сороковка. За 2 объекта. Да. Ну, 296. Ну, да, но мы считали 2. В идеале 2 200 считать. Знакомьтесь, друзья, Дарья, жена Александра. И как вы думаете, чем она занимается? Угадайте. Финансами. Дарья руководит всеми процессами. Даш, на основании этого к тебе прямой вопрос. Вот у вас на сегодняшний день 40 объектов, которые посуточно сдаются. Ты передвигаешь сегодня с нами целый день, и я вижу, что ты постоянно в телефоне отвечаешь на звонки, проконсультируйте, расскажите. Ты одна все это делаешь? Да, на данный момент я это делаю одна. У нас 40 объектов. В планах открыть диспетчерскую, как в такси, нанять трех сотрудников сутки через двое, передать им все входящие звонки, чтобы они уже за это отвечали. У нас есть шахматка, где занесены все объекты. Мы видим, какие свободны, какие заняты. Я слежу за всеми заселениями, выселениями. Если звонит входящий звонок, я его заселяю в те номера, которые у нас свободны. Большинство звонков приходят уже адресно, они просят заселить именно туда, куда они выбрали по фотографии. Есть площадки, которые помогают нам размещать, наши гостей. Это booking, островок и прочие, которые захватили весь Яндекс, всю выдачу SEO. И у нас оттуда очень много заявок. Они сами поступают к нам на нашу CRM-систему, не спрашивая нас. Они видят, что свободен номер и уже заселяют. Таким образом, мы их просто прозваниваем, подтверждаем, уточняем все нюансы. Гости заселяются через эти площади. Они как работают? Они с вас какой-то процент берут, правильно, за заселение? Да, после оплаты 15% мы платим booking. А вот, Авито, там, чтобы разместить посуточно даже, у вас это все равно как бизнес расценивается, это же все тоже платно? Конечно, мы платим за каждое размещение, покупаем пакетами, у нас самый большой пакет в городе, покупаем, размещаем каждое объявление, каждую квартиру на Авито, получаем звонки. Здесь сложнее, если booking нам присылает заявки самостоятельно в CRM, то на Авито нужно выяснить, какой адрес, какая стоимость, что именно хочет человек, потому что там уже он звонит относительно какой-то именно квартиры. Вот смотри, вы в открытую все рассказываете про финансы, сколько вы зарабатываете, то есть у вас в этом плане секретов нет, потому что у вас прозрачная бухгалтерия, кто ее ведет? Бухгалтерия на аутсорсе. То бишь, где-то сидит человек, который все от вас, за вас сеть отчеты, все сдает, все подбивает под документацию, правильно? Да, конечно. Мы отправляем заявки, что нам нужно сделать документы на тех проживающих, которые сейчас вот к нам приехали. Она присылает, мы печатаем, подписываем и отдаем людям. От офис мы находимся примерно 20 квадратов здесь. Сколько вы за него платите в месяц? Тысячу рублей за квадрат. Бухгалтера какая зарплата? Пять тысяч в месяц. Сколько вы денег тратите примерно вот на авито, на вот эти вот расходы по размещению? Ну, около 70. Помимо людей, которые занимаются обслуживанием горничной и так далее? Ну да, зарплатный фонд, он большой, действительно. Плюс хостовары, мы заказываем все, что нам необходимо для наших отелей. Плюс периодически меняем постельное белье, новую посуду покупаем. А по поводу работы, вот ты, например, как работаешь, какой у тебя график? Вот, Саша, вы там 8 утра должны прийти в офис или вы там к 10 может приехать? Вы там каждый день находитесь на работе или как вот по времени? Работа всегда со мной, телефоны со мной, поэтому 24 на 7 я работаю. В принципе, мне не доставляет какой-то дискомфорт, я спокойно принимаю звонки и пока мы не перестроим эту систему, в принципе, меня это сильно не напрягает. Но при этом, если сегодня, не дай бог, ты заболела, легла на больничной, то весь процесс все равно остается на тебе. То есть, перекинуть его экстренно на кого-то пока что нельзя. Ну, а какая разница, заболела я или нет? Ну, болеешь, спишь там, допустим, я в эти звонки. Ну, нет. Короче, болеть нельзя, ребят. Я не болею. Я просто не болею. Друзья, все четко, кратко по делу, что не спросишь. Так, 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 все, следующий вопрос, раз, два, три, следующий вопрос, последний. Сколько средняя зарплата по городу? Ты наверняка знаешь, сколько вот в основном люди зарабатывают? Ну, с приходом пятерочек дикси где-то примерно 25. А без прихода пятерочек дикси? Ну, за это было, конечно же, не очень хорошо, около 15-18 тысяч. Я правильно понимаю, что зарплата 40-50 тысяч по городу это уже, как бы, хорошая заплата? Управляющий персонал. Тебе огромное спасибо, ты прям действительно внесла ясность, все четко рассказала, подсказала, люди хотят, люди зарабатывают. Смотрите, друзья, есть недвижимость, которую вы покупаете для себя, квартира, дом, неважно, но есть квартиры, дом, которые вы покупаете для бизнеса. То есть, мой вам совет, и он очень действенный, запишите. Когда вы сдаете или покупаете квартиру для сдачи, не надо делать дорогой ремонт. Но эконом он не должен быть. То есть, эконом ремонта, как все советуют, инвест ремонта, это не работает. У вас должен быть ремонт недорогой, но конкурентный, способен, хотя бы лет на 10. Потому что, все будет развиваться, кто-то другие будут тоже открывать ремонты. То есть, ваш ремонт должен быть недорогим и конкурентным, способным на 10 лет. Основной это ламинат, обои, натяжной потолок. В туалете плитка. Все, больше ничего. Дальше делайте кухню под заказ из самого дешевого ЛДСП. Чайники 1000 рублей, плита вообще по 1000, вот ей уже 8 лет, надо ее поменять. Посуда недорогая, Икея, столы, стулья. Все. И телевизор 10 тысяч рублей. 32 дюйма диагонали. Все. Слушай, самый прикол в том, что ты рассказываешь, у вас были мысли, какие-то тут покупали, посуду дорогую купили, воруют. Да. Вот все, что чуть дороже купишь, чуть дороже, да, чуть дороже то, что людей нет, берут, воруют. То есть, то, что людей дома есть или почти такое же есть, брать не будут. Мы покупали дорогие фужеры, дорогие бокалы, друг, чтобы они посидели, цветы живые ставили, нафиг ничего не надо. Цветы там тухнут, это надо их покупать постоянно, посуду дорогую воруют, сейчас дальше мы покупали, там, что-то пасты дорогие, короче, ничего не надо. Вот этот микрорайон, имя ему Заречья, он построен в 2015 году. Ну вот прям вот знаете, друзья, ну вот чувствуется то, что вот Московская область не прям близко к Москве. В первую очередь, поэтажности застройки, во вторую очередь, как это сделано, вот эти вот тротуарчики, лавочки, урны, все это в деталях кроется. Но пойдемте в гости, у нас опять здесь по коду, вот смотри, спрятана, да, доска информационная под этим. То есть, свой шарм это имеет. Что нужно нажать, чтобы зайти? Десять. И все? И все. Ждем, ждем. Здесь надо чуть-чуть подождать. Куплю двух-трехкомнатную квартиру. Нет, нет, терпение. Три гудка. В любом состоянии. Без посредников. Твои эти конкуренты. Ну и что? Вот теперь можно. Короче, я, блин, не могу стоять, блин. Хочу быстрее заходить дальше. Я жил в воинской части, и вот когда я зашел в подъезд, такое ощущение, как будто я зашел в казарму. Вот серьезное. Мне это напоминает все, как будто я приехал в закрытый военный городок. И самый прикол, посмотрите, третий этаж. Вот, допустим, здесь одна есть квартира. Это, по сути, ну смело можно использовать под себя, потому что кроме тебя здесь никого больше не будет. А у Саши на третьем этаже тоже квартира, но это не его. У него квартира получается как бы на три с половиной этаже. Мы поднимаемся выше, по ощущениям, словно на чердак. Но это здесь квартира. Пожалуйста, смотрите. Опять же, элементы Блейда. Вводим магические цифры. 12, 78. Все, заходим. Но квадратура, конечно, удивляет. Две однушки по 45 квадратов, и того 90 квадратов. Это прям шикарно. Вот смотрите, опять же, мы заходим, вы уже поняли, что вот этот коридор, общий холл, это, по сути, подъезд. И дальше, каждая дверь, которую вы видите, это номера. Давайте начнем, в первую очередь, с номеров. Вот в чем фишка этого, например, объекта, что здесь есть вот такая комната, она общая первая. Здесь можно постираться, и здесь же можно приготовить пищу. Все простенько. Далее, вы заходите, допустим, в номер. Вот этот номер, как рассказывает Дарья, сдать можно по-разному. Все зависит от сезона, от спроса. Его можно сдать за 1500 рублей, его можно за 1800, за 2500, вот примерно такой разбег. Он простенький, это такая комната, но она уютная. Вы посмотрите, ты заходишь, здесь достаточное количество света. У тебя отдельно спальня. Самое главное, что рядом находится лес, рядом находится пруд, то бишь он такой спокойный, тихий, они называют его экологически чистым районом. И все кроется в деталях. Вот картина, цвета, подобрана. Опять же, сейчас падает солнечный свет, но здесь действительно уютно находиться. При этом абсолютно ничего дорогого нету, все самое простое и собрано, неплохо. Пришел, опять же, парни, важно, очень важно, никакой вони. Еще на какие объекты мы не зашли, нигде не было такого, что на нем неприятно находиться. Здесь, я думаю, вам даже по картинке приятно. Но пойдемте, я вам покажу то, что этот объект, скажем так, несет для этого объекта большой минус. Вы обратили внимание, что в номере нету туалета, нет душевой, потому что она здесь одна и она здесь общая. Вот она, дверь дополнительная. То есть, ты спишь ночью, ты захотел в туалет, вышел сюда, а туалет, например, закрыт, потому что он занят. То же самое с душевой кабиной. И в сезон, когда все это будет прям забито, а это, например, под выходные, в пятницу, в субботу, все номера будут заняты, возможно, придется в очереди поставить. Кто-то моется 3 минуты, кто-то моется 15 минут, а кто-то полчаса. Это, естественно, будет дискомфорт. Александр сам отмечает, что это на самом деле провал, так делать не стоит. Это неудобно. Смотрите, если вы хотите заниматься данным бизнесом в своем городе, вы должны понять, недвижка развивается локально. То есть, вы должны выбрать один район, окучить его. То есть, взять в этом районе несколько квартир, окучили этот район, переходите на другой район. В другом районе взяли несколько объектов, окучили и на третий. Только так. Потому что, если вы занимаетесь по одному району, там проще и с уборкой, и с контролем, все рядом, все на одном этаже. Мы так же это сделали, три района охватили, этим занимаемся. Это первое. Второе. Все-таки покупайте недвижимость. Некоторые говорят, нужно взять в субаренду, потом это пересдавать. Это не очень серьезно, это не очень выгодно, это неинтересно. Берите квартиру в собственность, в ипотеку, без разницы. Обязательно пилите, обязательно узаконите перепланировку, и дальше в этой теме так развивайтесь. Потом, поменьше учитесь, поменьше ходите на всякие тренинги. Вся основная информация есть на ютубе, все написано. Развивайтесь только в своем городе. Ремонт максимально экономный, но конкурентно способный. И в итоге будьте все-таки на своих ошибках развиваться в этой теме. И чтобы бизнес у вас развивался, и чтобы вы чувствовали, как настоящие предприниматели, наращивайте активы, чтобы в дальнейшем либо все это продать за огромные деньги, либо передать по наследству вашим детям. А так, если какие-то вопросы, пишите комментарии, можете приезжать. Так что, всегда открыт ваш Саша Квартиркин. Как вам такая история? Казалось бы, мы находимся в провинциальном городе, небольшом, где райончики есть и вовсе похожие вот на настоящую такую деревушку. Здесь трехэтажные дома, поблизости частные дома, большое обилие леса, пруд, в котором все без проблем купаются, получают наслаждение. Тихо, спокойно, как рассказывают ребята, особо прям какого-то криминала здесь не встретишь. Но работа, самое главное, по цене средняя. 15-30 тысяч рублей. Получаешь 50, уже крутой. Все, что свыше, ого, кто ты такой. Прям стихами заговорил. А здесь ребята сдают квартиры, посуточно разделив их, и зарабатывают хорошие деньги, неплохо в этом деле развиваются. Что сложного? Казалось бы, купить квартиру и потихоньку, потихоньку начать. Я надеюсь, этот сюжет вам был полезен, кого-то он замотивировал, кто-то прощупает свой город. И вполне возможно, вы купите недвижимость, вы начнете заниматься, и у вас все будет получаться. Самое главное, делайте продуманные, взвешенные поступки. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, потому что там всегда выходят свежие новости. Будучи здесь, я уже записал интересные анонсы. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч всем. Пока-пока.